День добрый, дорогие друзья! Южных команд клубов российской премьер-лиги 2005 года рождения Полуфинал играют Спартак и Динамо Для вас работает бригада РФС-ТВ, меня зовут Сергей Курманов У нас некоторые проблемы технического свойства случились, которые мы пытаемся исправить в ближайшее самое время Поэтому пока в таком режиме записном за матчем наблюдаем Команды, которые пробились непосредственно на эту стадию Преодолев и групповой этап, и энное количество этапов во время плей-офф Разумеется, об этом пару слов я скажу, пока мяч находится у белоголубых На групповой стадии Спартак занял второе место вслед за «Зенитом», уступив именно петербуржцам И одержав две победы со счетом 4-0 над Ахматом и Оренбургом соответственно Что касается «Динамо», то данный коллектив второе место занял в группе «Д», уступив лишь Краснодару И обыграв со счетом 2-0 и 5-0 Дамбов и Уфу соответственно Ну и естественно мы поговорим еще и о том, как прошли матчи плей-офф, которые проходили ранее по ходу данного турнира Пока мест в центре поля у нас игра продолжается, можно об этом поговорить В четвертьфиналах соответствующих «Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 3-1 Три мяча на счету Кима И сегодня, разумеется, будем особенное внимание на него обращать Подача с правого края Ну и продолжают свою атаку через левый фланг красно-белые А что касается «Динамо», то этот коллектив со счетом 1-0 обыграл «Ростов» Такие у нас дела Вот так команды оказались в этом матче В атаке красно-белые передачи чуть назад точно не получилось И контратаку проводят бело-голубые при помощи вот такой диагонали на правый край Есть вход в штрафную площадь, есть удар в дальний угол, только не очень сильный И мяч оказывается в руках уголкипера Данила Даньшина По составам команд пробежимся Попробую я что-то сделать для того, чтобы полностью идентифицировать буквы Которые описаны в списках обеих команд по традиции турниров под экидой Российского футбольного союза Почерком рукописным все это дело составляется Ну ладно, попробуем как-нибудь с этим справиться Динамо Голкипер номер первый Андрей Назар Полевые номер 24 Евгений Рочтин Номер 18 Иван Лепский Номер 3 Игорь Левченко Номер 12 Вадим Ралдугин Номер 2 Никита Ивлев Номер 13 Данил Бостров Номер 8 Денис Симонов Номер 9 Егор Назаренко Номер 20 Артем Крыловский Номер 23 Александр Хубулов Автор гола в матче предыдущей стадии плей-офф данного турнира У Спартака состав сегодня следующий Голкипер Даниил Даньшин Полевые Номер 13 Насколько я могу судить Михаил Кондратьев Номер 77 Никита Бозов Номер 3 Даниил Плющенко Номер 15 Юрий Петин Номер 4 капитан команды Никита Постников Который привлекался к играм за более старшую возрастную группу неоднократно Номер 5 Денис Коншин Номер 18 Михаил Шакхаламов Номер 22 Сергей Гайдук Номер 12 Максим Офицеров Насколько я могу судить И номер 20 Тимур Ким Автор хитрика в матче против Локомотива В матче 1-4 финала Надеюсь правильно всех назвал Да, коллега из Спартака подтверждает эту информацию Арбитры матча Главный Ильяс Минивалиев из Казани Помогает ему Максим Богдановичус из Москвы И Дмитрий Кисель из Москвы Также резервный арбитр Станислав Бращин из Рязани По списку все Теперь давайте более пристальное внимание игре уделять Начало довольно ровное На всякий случай напомню, что два тайма по 35 минут Именно в таком формате проходят матчи Кубка РФС Среди ребят данной возрастной группы Ну и сегодня, естественно, также второй полуфинал В 12.00 слеснутся ЦСКА и Зенит Так что также не пропустите Мяч пока у красно-белых на их половине пуля Есть возможность вперед продвигаться Учитывая, что из соперников никто Особенно теплую встречу не стремится организовать На левый мяч доставили красно-белые Тут Петин ускорился ближе к лицевой линии Перед ним ставит корпус Довольно активно работающий Егор Назаренко Помогающий обороне Ну и удалось динамовцам мяч сопроводить за линию ворот Ну и Андрей Назар не торопится с обводом мяча в игру далеким Обыгрался тот с одним из защитников Будем пытаться разобраться По какой же схеме играют обе команды Четверо защитников у Спартака Насколько я могу судить отсюда Да, два опорника Трое в линии нападения под нападающим И один форвард 4-2-3-1, классика жанра И, в общем-то, схожая конфигурация и у Динамо Так что посмотрим, кто лучше себя чувствует Комфортнее, удобнее с такой расстановкой Передача направо В исполнении Никиты Бозова Адреса-то не находят И пытаются уже на левый край разворачивать развитие своей атаки Красно-белые Ну и сопроводит мяч к боковой Один из представителей Динамо Которого очень плотно обрабатывали у бровки соперники Ну и аут зарабатывает Егор Назаренко Который, повторюсь, очень активно помогает защите Опускаясь в глубину по своей правой бровке Назаренко Хорошо, пяткой в середину Ну и продолжает движение Ралдугинг штрафной Передачу направо тот выдает Попытка прострела Да, вот она, неплохая в целом На каждом из уровней штрафной площади Если ее делить на разные районы Находились футболисты Спартака Которые контролировали ситуацию И не позволяли мячу добраться до одного из нападающих Вот так давление оказывают белоголубые на правом фланге Попытка навеса Рыбкой приходится прыгать вперед И головой мяч защитнику отражать Неплохо поддавливают футболисты Динамо На правом фланге Низом передача на границу штрафной площади Попытка прорваться в штрафную Но втроем расположились здорово Слева в обороне красно-белые И сумели атаку отодвинуть от своих ворот Падение на газон вряд ли за собой повлечет реакцию Ильяса Меневалиева Но поддавливают плотно, уверенно и жестко Белоголубые в эти секунды Другой разговор, что мяч затем получал Егор Назаренко в положении вне игры Зачем-то пробить решил Но еще за удар после свистка получает он желтую первую в этом матче Пока без опасных моментов, откровенно говоря Но при этом игра смотрится Восьмая минута заканчивается в первом тайме Пока 0-0 Один подход к воротам неплохой провели красно-белые Ну и вот в последние где-то полторы минуты Давление весьма серьезное и существенное Оказали футболисты Динамо Низом передача по флангу Пытался найти Офицерова Номер третий Данил Плющенко Попытка будет еще одна Доставить мяч Низом Хотя бы в среднюю линию При том, что очень неплохо Обозначают свой прессинг Футболисты Динамо на чужой половине поля Секциями встречаем футболистов Спартака По два по три человека Находясь на чужой половине поля Ну и в итоге Удается заставить красно-белых мяч За боковую В торопях выкатывать Ну и в итоге А вот в пользу Динамо Бостников Капитан через правый край Попытался пробиться Ну и в итоге Ему также дорога была закрыта Вдоль бровки Передача назад Плющенко Левее отыскивает партнера Который поблизости находился Ну и налево Прогнали мяч до офицера Партнеры По отдаче с правой ноги Высокая На границу вратарская Отскок есть Удар выше ворот Это первый голевой момент От Спартака Гайдук Удар Производил Было весьма и весьма серьезно Тем более с близкого расстояния Но мяч в створ ворот не пошел Прессингуют Красно-белые На чужой половине поля Пытаясь Уже в свою очередь Заставить ошибиться соперников Вот такая хорошая передача за спину В расчете на скорость Дениса Симанова Ну или Симакова Тут вопросы остаются еще по Симонова скорее По почерку Но в итоге Подстраховка поработала Неплохо у Спартака И эту передачу в разрез Адреса-то не нашла Видно, что Очень активно пытаются Без мяча работать И те и другие Старательно прессингуют Большую сумятицу Создавая на чужой половине поля Еще один навес Это неплохо Прострел не получился В касании У Офицерова Который здорово Открывался на левом краю Ближе к Штанге Чужих ворот В касании То ли пробить То ли прострел Собирался тут совершить Но в итоге Ни то ни другое не вышло И мяч у красно-белых Остается Коншин Чуть назад Обратная передача В середину Получше мяч Держится пока У красно-белых Но возможно Это вопрос Сессион Возможно, что Через некоторое время То же самое Будем говорить И про Динамо Команду, которая В последние пару минут Значительно больше Времени проводит На своей половине поля Чем на чужой Ну и так По Моменту Создали Соперники Хотя подход К воротам Спартака С ударом С убойной Позиции Был значительно Более опасным И к голу Близким Фалил Симонов Цепляя руками Коншина Но поскольку мяч Остался у красно-белых Арбитры Не стали игру Останавливать И пока Стабильно Не удается Чужую Многослойную Оборону Вскрывать Спартаку Который для этого Чаще использует Именно правый край Нежели Чем левый Хороший Сольный проход Но несколько Самонадеянный Совершил Гайдук По правому флангу Довольно быстро С мячом того Соперники Разлучили Но и вновь Приходится играть назад Нет желания Мяч Подальше Вперед Выносить У линии Обороны Динамо Пытаются Через пас Преодолеть Чужое давление Белоголубые Им дается Это сделать Симонов По правому краю Назаренко Открывается И мяч Получит Девятка Динамо И можно подавать Вот он На вес И мяч Скачет По штрафной Замкнуть Эту передачу Никому Не удалось Передача Назад Ну и Данил Удар Отваживается Его произвести Номер второй Это Никита Ивлев Но к мячу Как следует Приложиться Тому не удалось Этот полетел Значительно Выше ворот И назвать Этот удар Хоть сколько-нибудь Опасным Затея Бесперспективная Совершенно Отворот Данил Даньшин Придется Упражнение Повторить Голкипера Спартака Паузу Выдерживает Страш ворот Красно-белых Позволяя Партнерам Получше Расположиться Но эту передачу Контролировал Левый атакующих Авдинамо И ждал Он такого перевода Верхом На дальнюю бровку И за счет этого Удалось Развитие чужой атаки Прерывать Скидка в середину Получает мяч Симонов Левее Адресует На коротке Пасаются Белоголубые На своей Половине поля Но и приходится Отдавать назад Поскольку неплохую Плотность Спартак В свою очередь Создает Неподалеку Уже от Чужой Страфной площади Рискованно Но хладнокровно Защитник Динамо Соперника убрал И доставили мяч До линии Атаки Белоголубые Ускоряется Вперед Крыловский Уже в травную Тот входит Рассчитывает На подачу Но в итоге Извлекает максимум Наверное Из данного положения Зарабатывая Угловой Даже углового Как выясняется Нет Видимо мяч Ушел именно От ноги Представителя Динамо Поэтому Нагрузить Чужую Страфную Не удается Белоголубым По итогам Данного Эпизода Тем не менее Здорово В центре поля В отборе Действуют Динамовцы И вперед Направляется Довольно активный Симонов вместе С Назаренко Ну и В подкате Против последнего Очень неплохо Поработал Данил Плющенко Мяч Правда Остается Невдалеке От штрафной площади Спартака И подбирает Мяч Александр Хубулов Назад Вот и Позиционная Атака Довольно долгая В исполнении Динамо Также Довольно активно Правым краем Продолжают действовать Белоголубые Ну и Положение Вне игры Я так понимаю Было зафиксировано По итогам Попытки ворваться В чужие Оборонительные Ряды Вот и Поддержка От балилищиков Для Динамо Подоспела На 16-й Минуте И пытаются Свой локальный успех По Отвоевыванию Пространства На чужой территории Белоголубые Развить Но в центре поля Хорошо в отборе Поработал Денис Коньшин Передача направо Набирает ход Гайдук Поддавит Безусловно Но Пока безошибочно Работает Хоть и Играя С огнем Но тем не менее Андрей Назар Галкипер Динамо Который Находясь Поблице с соперником Низампередачу На партнера Точную выдал Но рискуют Конечно Избыточно Рискуют По таким временам Динамовцы Но Видно Что установка Вполне конкретная Перед началом матча Имелась Ни в коем случае Не пытаться Грузить мячи Вперед Верхом Пытаться Эти самые мячи Низам разыгрывать Постников Правее Попытался мяч Выдать До Гайдука Передача Эта не была Доставлена Внос Из глубины Ну и в центре С мячом Оказывается Номер 12 И в составе Спартака Это Максим Офицеров Который С левого края Сместился Итого Довольно успешно Соперники Зачехлили Передача Направо Назаренко Перед ним Есть коридор Есть возможность Обыгрывать Один в один Поскольку Под страховки Пока мест Нет у Спартака В этой ситуации Вот только-только Она подоспела И дорога Назаренко В штрафную Была закрыта Ну и позиционная Атака В НЭФ Приходится На Небольшом Участке Поля Что-то сооружать И для того Чтобы риск Минимизировать Приходится Катать мяч По периметру Так Передача Направо Динамо В атаке Навес Блокирует Довольно уверенно Юрий Петин Который следовал Шаг за шаг С Соперником Подача С угла Выходит из ворот Несмотрительно Галкипер Но Повезло Данчину Что удар состоялся И Мяч выше Значительно полетел Отворот Пробил Данчин Переведя мяч На правый край В НЭФ продолжают Нагружать зону Гайдука Партнеры Старательно Используя его Скоростные данные Но Добраться до мяча Ему раз за разом Не удается Ну и отметим Что на протяжении Всего тайма Стабильно Спартак Не пытается Прессинговать Все же Хоть и довольно Свежо Сегодня здесь Данный режим Довольно Энергозатратен Да и Способны Белоголубые Одной передачей Вот так Переправить мяч За спину Защитникам И отыскать Кого-то из нападающих Которые способны Своей скоростью Воспользоваться Налево Передача На 15 номер На Юрия Петина Ну и Обыгрываются Спостниковым Партнеры Спостников У штрафной площади Попытался найти Передачи в штрафной площади Уже Партнеры Дальше передачи Налево Опытка навеса И вдвоем Экранирует мяч От доступа К штрафной площади Белоголубые Которые неплохо Выбегают От своей штрафной площади Однако Темп не велик И перехват И нет нарушения Правил Передачи Накима Который получил мяч На границе Штрафной площади На этом его достижения Закончились Хороший перевод Налево Теперь уже Офицерова Использует Довольно активно Красно-белые Для развития Своей атаки Но вот Не хватает Порой второго темпа Для того чтобы Продолжить Попытки Поиска путей В штрафную площадь Порой Вот именно В таких ситуациях Ошибки совершают По ходу этого матча Спартаковские футболисты Когда Уверенно Все зоны Перекрывают Оборона Динамо Когда нет Путей продвижения Вперед Довольно часто В элементарных Ситуациях Мячи Красно-белые Теряют Аут Да Пока у нас игра Как-то успокоилась Совсем Этемп Снизился И количество Моментов Тоже К нулю Постепенно Стремиться Между прочим Уже мы Давно Преодолели Экватор Первого тайма И 0-0 Пока счет В принципе По игре Не взирая на то Что был у Спартака Момент Роскошный Для Реализации Для выхода Вперед Но есть ощущение Что рисковать Очень не хотят Ни те Ни другие Прекрасно понимая Что Режим времени Довольно ограниченный И Выдавать Подарки Соответствующие Друг другу Явно Не намерены Ни спартаковские Ни Динамовские Футболисты Длинная По флангу Вперед Весьма неплохая Перспективная Была передача Но Внайф направление Пасса контролирует Защитник Спартака Третий номер Оказался в этой зоне Левее центра Ну и так Взглядом Тот мяч проводил Дугалкипера Это был Данил Плющенко Которому Много работы Приходилось Исполнять по ходу Прошедших 22 минут В первом тайме Длинная передача Из глубины Подыскивают Тимура Кима Впереди Партнеры Порой Используя забросы Но происходит Это тоже далеко не всегда Разные варианты Применяют Для развития своих Атак Футболисты Спартака Но Работает Далеко не все До последнего Тянет С забросом Мяча Вертикальным Вперед Голкипер Динамо Проблемы были С обработкой Мяча Уралдугина Перехват В исполнении Спартака Офицеров В середину Дальше налево Подключается К атаке Петин Офицеров Заброс Рукали Нет Задумался Арбитр На пару секунд Было видно Что пытается К некоему решению Прийти Ильяс Меневалиев Но и в итоге Не стал Фиксировать игру рукой Хотя В общем-то Ситуация была Достаточно сложная И не Однозначная Для Вынесения Соответствующего решения Аут Зарабатывают Красно-белые Петина Забоковой Находит Передачи Партнера В четвером Перегружают Левый край Красно-белые В эти секунды В окружении Четверых Оказывается В свою очередь И офицеров Он протирается К лицевой линии Но здесь уже Обкрадывают Того соперники И на сей раз Приходится Уже без Альтернативный мяч Выносить вперед Белоголубым Цепляется за него Назаренко И Попытался Продлить эту Атаку Симонов По центру Но мяч Центра Ну и пришлось Бить Тут уже Вариантов Других не Оставалось И Поэтому Что-то опасное В качестве Именно подхода К воротам Сумели Своять В этой Атаке Красно-белые Которые продолжают Обозначаться Довольно высоко Близ чужих ворот Потери в центре Перехват Динамо Пытается Назаренко Придумать Что ему Дальше делать Продолжал он Тащить мяч Ближе к штрафной площади И тут же На чужий подкат Нарвался Причем На такой подкат Что Мяч В итоге Остается У Спартака Около Десяти минут Насколько я могу Судить Остается До конца Первого тайма Особенного повода Пока что-либо Компенсировать Ко времени Тайма нет У Главного арбитра Этого матча Да Попытки обыграть Один в один Тоже Пока особенного Эффекта Не несут Ни спартаковцам Ни динамовцам Гайдук Неплохо Врывается В штрафную площадь Протыкает мяч На вратарскую линию Немного левее Находился Вот Направление Данной передачи Ким И поэтому Добраться до мяча Ему было крайне сложно Даньшин Длинная передача Ким Даже скидку Попытался организовать И вот такой вынос Получается У одного из Защитников Динамо Мяч уходит на угловой Не хочу ни на что намекать Но обычно Из таких угловых Абсолютно невынужденных Очень много неприятностей Терпят Футболисты Которые ведут Оборону С своих ворот Как это будет сейчас Посмотрим Подача готовится Четверо в штрафной Навес на ближнюю Попытка удара На опережение Играет защитник Динамо Пытается убежать И убегает Симонов левее Два в три Контратака От Динамо Крыловский Чисто Великолепно В отборе Работает Защитник Спартака Данил Плющенко Который всех Сумел Подстраковать Подбор в центре Законченным И тот Теряет мяч Довольно легко В элементарной ситуации Не будет удара Издали Будет развитие Атаки Через правый Краю Динамо Это Ралдугин Назад Без вариантов Уже выдавливает Того кренит Центрополя Прихватывающий Мяч Офицеров Контратака Ким Ким В штрафную Входит Ким Под правый Мяч Ким Затягивает С ударом Падает И арбитр Указывает На точку Это пенальти Это пенальти Нашел Контакт С ногой Соперника Нападающий Спартака И в итоге Контакт Этот К падению Привел Одиннадцатиметровый Исполняет Никита Постников Номер Четвертый Против него Андрей Назар Итак Реальный шанс Открыть счет В этом первом Полуфинальном матче Выдается Спартаку Смотрим Разбег Удар Очень спокойно Вот так Вправый От себя Угол Переправляет А нет Мимо что ли Мимо Мне показалось Что мяч Отлетел Из ворот Обратно На поле Визуальный Был у нас Небольшой Такой момент Неприятный Да Вы знаете Мимо Действительно Пробил Постников Хотя Мне показалось Что мяч Уже Спокойно В правую Влетает И Вот Стойки Отлетает Обратно На поле Нет Вы знаете Промазал Постников 0-0 Драматично Весьма Данный Эпизод Завершился 0-0 Продолжаем Наблюдать За этим матчем Продолжаем Смотреть За тем Как пытаются Мгновенно Исправить Допущенный Огрех Красно-белые У чужих ворот Но и самое Время бежать Назад Под чужую Контр-атаку Крыловский В штрафную Вошел Попытался Пробить Возможно Даже Руку соперника Искал Но Угловой Заработал И И был Спартаков Как говорится Да Неиспользованный Пенальти Может Существенно Сказаться На настроенное Эмоциональном Состоянии Футболистов Спартака Хотя бы Даже В оставшиеся 5 минут До конца Тайма Ну и посмотрим Воспрянут ли Еще более Серьезно Белоголубые После Этого Самого Эпизода Подача От Симонова Вверх Выигрывают Белоголубые На удар Существенно Выше ворот Неплохо Эту атаку Провели Динамовцы Да Где-то Остается Играть В первом Тайме Около 4 минут 0-0 Наверное По Качеству И количеству Опасных ситуаций Красно-белые Впереди Впереди Но Пока Нулевая Реализация В том числе И при учете Наличия 11-метрового Удара Вновь Неплохое давление В районе Центрального Круга Оказывают Красно-белые Удается Мяч В середину Доставить Но пока Скорости Продвижения Не хватает Для того Чтобы миновать Хотя бы Первую Линию Соперника И приходится Уже до голкипера Мяч Прокатывать И тот Рискуя Но все-таки В центр До постникова Мяч Доставляет И направо На сей раз Разворачивает Попытку Доставки Мяча Вперед Красно-белые На сей раз Диагональ На левой Почти проходит Головой Мяч Задел Защитник И не позволил Офицеру Подбор Совершить Первым же Темпом Хорошо Поработал Номер 12 Вадим Ралдугин Аут Юрий Петин На свет Будет Производить Главой Достается Довольно Дешево Спартаку В принципе Мог Ралдугин И за боковую Мяч вынести Но допустил Небольшой огрех Поэтому Еще один Стандарт Игра напряженная Игра Насыщенная Борьбой Прежде всего Подача Скачет Мяч По штрафной Помнится Спартак Локомотива После Такой Небольшой Стутулаки Сумел Мяч Один из трех Отправить По ходу Матча Одночетвертой Финала Но Сейчас Более Расторопно Разобраться Не удалось В чужой Страфной После Подачи С угла Поэтому И отворот Мяч Опять На коротке Белоголубые Разыгрывают Перехват Очень хорошо Поработал Кондратьев На правом Фланге Это неплохо Мяч уже У Ротарской И нам Подчищается Партнерами Защитник Который Контролирует Направление Этой передачи В центр Страфной И вынос Приходится вновь Производить Подавливают Красно-белые Ближе к концу Тайма Все опаснее И опаснее Те атакуют Да Далеко не всегда Удается Мячом Отыскать Кима В штрафной площади Но по крайней мере Заметно Что Витает Постоянно Угроза Неподалеку Отворот Андрея Назара Этот мяч Утрачен И это удар Отворот Не очень подготовленным Данный аут Вышел Поэтому Назар Сейчас переведет Мяч Подальше Повыше На чужую половину Поля Либо по традиции Будет опять С партнерами Разыгрывать На коротке В своей штрафной Да Именно это и происходит Несколько раз Обрезались уже По ходу первого Тайма Белоголубые Что привело К очень неприятным Атакам Резким От Спартака Да Фатальным Пока это не завершилось Но Голу были Красно-белые Порой Пару раз За тайм Очень и очень близки И это без учета Пенальти Который был назначен За снос Кима В штрафной Офицеров С правой ноги Подача Неплохая Ким едва Мяч не подобрал Гайдук справа Удар В защитника Дальше Поднята Вверх рука Арбитра Положение Вне игры Ну что же Я думаю Я думаю Что наверное В большей степени Игрой своей команды Должен быть доволен Наставник Спартака В силу того Что в атаке Кое-что получалось Особенно Ближе к концу Тайма Но В отношении Реализации Думается Мне будет Претензий Довольно много Видно Что лучше Получается Пока игра У красно-белых Особенно Где-то в последние Минут 15-17 Еще один угловой Удается Спартаку Заработать За счет Прохода Довольно сломанного Отпостникова Угловой Готовится Подавать Номер пятый Денис Коншин Уже Последняя Минута Закончилась Официально Основного Времени Первого тайма На вес Выбили мяч Динамовские Футболисты Подбор Дальний удар Летит мяч Низамы Оказывается В руках Уголкипера 0-0 После первого Тайма Матча Динамо Спартак В полуфинале Кубка Российского Футбольного Союза Отдыхаем Где-то Порядка Десяти минут И возвращаемся В игру Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан 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 Среди команд спортивных школ, клубов российской премьер-лиги 2005 года рождения вашему вниманию Матч проходит на базе отдыха Изумрудная в Нижегородской области Спартак-Динамо 0-0 Для вас работает бригада РФС-ТВ и я Сергей Курманов 0-0 При том, что были моменты у красно-белых При том, что разок голевую по-настоящему ситуацию провели И создали их соперники При том, что у Спартака нереализованный пенальти Останется в истории первого тайма Упал в штрафной площади Андрея Назара Тимур Ким Отправился исполнять 11-метровый капитан Никита Постников Бил вроде бы наверняка И голкипер уже в другом совершенно углу оказался Но в створ ворот не попал капитан Спартака Поэтому и счет прежний, поэтому и счет 0-0 Был небольшой перевес по моментам у красно-белых По ударам, по тем атакам, которые разумно удалось довести до конкретного удара Но пока все это на табло никак не отображается Пытаюсь я внимание обратить на тех людей, которые на поле остаются Были ли замены Ну, я так понимаю, что никто особенно убровки среди запасных не находился Поэтому команды в прежних составах действуют Которые я представлю после вот этого давления Которое на левом краю организовали Белоголубые Более того, это самое давление им позволило Вытеснить Михаила Кондратьева За пределы поля Аут Пользует Динамо Евгений Рочтин будет исполнять Причем довольно быстро Загоняет он партнера в угол Тем не менее, прострел случился Но и не стал в игру вступать Голкипера Спартака Данил Даньшин, номер 30 Полевые Михаил Кондратьев, номер 23 Никита Бозов, номер 77 Данил Плющенко, номер 3 Юрий Петин, номер 15 Никита Постников, капитан команды, номер 4 Денис Коншин, номер 5 Михаил Шакхаламов, номер 18 Сергей Гайдук, номер 22 Максим Офицеров, номер 12 Тимур Ким, номер 20 Динамо Голкипер, номер 1 Андрей Назар, полевые, номер 24 Евгений Рочтин, номер 18 Иван Лепский, номер 3 Игорь Левченко, номер 12 Вадим Ралдугин, номер 2 Никита Ивлев, номер 13 Данил Бостров, номер 8 Денис Симонов, номер 9 Егор Назаренко, номер 20 Артем Крыловский, номер 23 Александр Хубулов Арбитры, обслуживающие этот матч Это Ильяс Меневалеев из Казани Помогают ему москвичи Максим Богдановичус И Дмитрий Кисель Резервный арбитр Станислав Бращин Из Рязани Мяч уходит за пределы поля Угловой зарабатывают красно-белые Подача с левого края Будет готовиться У мяча Денис Коньшин Стандарты Несли в себе определенную угрозу По ходу первого тема Причем у ворота обеих команд На вес скачет мяч по штрафной Ну и вот при помощи такого рикошета Удается его отправить Вон из Своей территории Бело-голубым Продраться перед одному Симонову не удастся Придется давать мяч Назад до Рочтина Рядом с ним два оппонента находятся Между ними как раз мяч адресует На партнера по обороне Левый защитник Динамо Очень настойчиво Неуклонно Мяч пытаются низом разыгрывать Бело-голубые Для выхода Из обороны в атаку Получается не всегда Потери порой происходят Бывает и в центре поля Бывает и ближе к своей штрафной площади Бостников хорошо Оставляет партнеру мяч Дальний удар Был заблокирован Атаковал номер 18 Это Михаил Шахаламов Бостников первый на подборе В глубине Сам тащит мяч вперед Довольно технично Дальний удар Не получается толком У капитана Спартака Мяч левее ворот проскочил И даже в игру Андрею Назару Не пришлось вступать На Ивнаф По традиции На коротке от ворот Мяч разыгрывают Бело-голубые Затем уже следует Длинная передача Вперед в расчете На нападающего Хубулов поборолся И Слева с мячом В углу оказывается Пытается В штрафную передачу Выписать Подбор дальше За Динамовцами Передача в глубину И потеря Потеря от Егора Назаренко Хотя довольно быстрый мяч Вернули себе Бело-голубые Очередная подача Головой Играет Плющенко И затем мяч Выносит Вперед Повыше и подальше Партнеры по обороне В составе Спартака И Это было похоже На игру рукой Похожий момент Был еще и в первом тайме Когда Задумавшись Отказался фиксировать Подобные нарушения Ильяс Меневалиев Здесь Вам не штрафная Здесь попроще С такими решениями И желтые Насколько я могу понять Также была Выписана Первая замена Готовится Кстати говоря У Спартака Номер восьмой Михаил Примако На поле появится В ближайшее время Но уже после того Как партнеры Стандарт данные Разыграют Длинная передача Вперед Ким попытался Скидку совершить Вместо него Защитник Мяч левее Отрисовал Вот только Нагнать мяч Своевременно Не удается Офицер Тот немного Почеканил Там у лицевой Но и выпустил мяч За пределы поля Отворот Андрей Назар Замена уже Готовится постепенно Максима Офицерова Насколько я понимаю Сменит Номер восьмой В составе Спартака Михаил Примако Ну и пока Вновь После Короткого Розыгрыша Длинную передачу В район Нахождения Крыловского Выдавали Динамовцы Из глубины Но и в очередной раз Головой здорово Поработал Центральный защитник Спартака Какой им выступил Никита Бозов По данному случаю Очередная пауза Примако Большое Если Примак То к чему Это приписка В Заявке Да Примак выходит На поле Вместо номера 12 Вместо Максима Офицерова Который был Довольно активен По первому тайму Часто именно Через его зону Атаковали Красно-белые Интересно В связи С чем Это замена Вроде бы Повреждения Не получал Офицеров Может быть устал Дело в этом Или в том Что требуется Освежить Именно левый план К атаке Была данная Замена Произведена Но и в итоге Посмотрим за его игрой Перехват В центре поля Мчит Вперед Номер пятый Это Коншин Передача направо Неплохо Гайдук Страфной В дальний удар Это гол 1-0 Открывает Открывает счет Спартак Удар Удар Абсолютно бильярный В его исполнении 1-0 Открывает счет Спартак Но наверное В этом В этом есть Что-то логичное Поскольку Моментов Уже хватало У красно-белых Для того Чтобы Выйти вперед Неоднократно Напрягали Они Назара Ну и Пожалуйста Атака на свободном Пространстве Позволяет Вырваться По счету На лидирующую Позицию Да Счет пока Конечно Не позволяет Расслабиться Но тем не менее Вполне Отвечает Тем событиям Которые в этом матче Уже Произошли 1-0 В атаке Динамо подкат Довольно рискованный Зарабатывают Белоголубые Угловой И Подача Совсем скоро Случится А пока Замена У Динамо Данила Ковичкин Насколько я могу Судить по Почерку На поле Выйдет Меняет он номера Восьмого Дениса Симонова Думается мне Что этот товарищ Тоже подустал Поскольку Много активности Он производил В течение Первого тайма И начала Второго Постоянно Нагружали его Мячами Он был Механизмом Развития Контратак Динамо По ходу Первого тайма Подача Удар Неплохо Но Мяч Прошел Рядом Со штангой Ну что же Посмотрим Затем Как Данила Проявит себя В этом матче Замен будет много Это я вас Сразу могу Заверить Здесь без Сомнений Перехват В центре поля Очень хороший От Ивлева Подкат Нарушение правил Без желтой Насмотрелось Это довольно Угрожающе Ну и назад Продолжают Мяч держать Белоголубые Которым Ну наверное Вряд ли еще Необходимо Рисковать И давление Оказывать Довольно Серьезное Но все равно С несколько Большей активностью Стоит вперед Переправляться И Почаще Прессинговать Хоть это силы Отнимает Но тем не менее Такая необходимость Уже есть По счету Тем более Что за счет Своего прессинга Несколько раз Заставляли А не ошибаться Спартаковских Футболистов В центре поля А пока Цепкая борьба У ближней Бровки И мяч Остается У красно-белых Кондратьев Из-за боковой В игру Мяч введет Дальше По бровке Вперед Отыскивает Тот партнера Вдвоем Оказались Справа Постников Вместе С Шакхаламовым Подача Мяч скачет На границе Штрафной пас Назад Удар в касание Мяч Фиксирует Уверенно Галкипер Андрей Назар Но то что Очередную свою атаку До удара в створ Красно-белые Девиле Это довольно Симптоматичный момент Надо сказать Давненько уже Некую тревогу Не испытывал В створе своих ворот Даниил Даньшин Очень хорошо Работают партнеры В центре поля Которые Многие атаки Пресекают Еще до Подступов К штрафной площади Как это будет сейчас Хорошая работа В подкате Чистейшая Перехватывают Мяч Красно-белые Коньшин Постников В середине Разворачивается Довольно быстро Перед собой Видит Довольно много Пространства Коим пытается Тут воспользоваться Передача Левее Дальше Болельщики Помещениями За движениями Правого защитника Футболисты Было слишком очевидно Легко отразимо Отметим Постников Первый на подборе Левее мяч Тут адресует Защитника На Юрия Петина Постников Уже в штрафной площади Постников Мяч под правой Удар Ух Просвистело Да Очень близко Но Не совсем точно Отворот Пробьет Голкипер Андрей Назар Ну что можно сказать Все довольно очевидно Пока по Тем событиям Которые развиваются Во втором тайме От начала которого Уже прошло Почти 15 минут Скорее К очередному голу Ближе красно-белые Чем К возможности Счет сравнять Их соперники Но все способно Резко Повернуться Вспять В этом матче Учитывая что Футбол Юношеский Достаточно Штука непредсказуемая Нестабильная Все что угодно Еще способно Произойти А вот В пользу Динамо На чужой половине поля Куда Массирос Максимально быстрый мяч Верхом переправили Белоголубые И от нарушения правил Затолкали вдвоем Соперника Представители Красно-белых И это Стандартное положение Очередной шанс Для создания Определенной угрозы У чужих ворот От Динамо В составе которого Еще одна замена Произойдет Дмитрий Александров Дмитрий Александров Поля бил Открывшийся в голом Одиночестве Номер 20 Давайте посмотрим Данный эпизод Спустя Пару секунд Это сделаем Полагаю Вот была подача И за спин К ближней штанге Выбежал Номер 20 Пробил Это был Артем Крыловский В упор У меня было еще ощущение Что возможно Мяч Вонзится В ближний угол Но этого не случилось Самый опасный момент У Динамо Который был в этом матче Вместо Никиты Ивлева Номера второго На поле вышел Десятый номер Дмитрий Александров Рискнул предположить Что замены Направлены на Выселение Атакующего потенциала Но пока На поле Александров Занимает позицию В центре полузащиты Чуть левее Опорного ховбека Посмотрим Насколько подобная замена Принесет Некий эффект Для белоголубых Которым Отыгрываться необходимо А команды уже Постепенно приближаются К отметке В половину От времени Сыгранного во втором тайме Постников Нет нарушения правил Передача вперед Продвожает движение Шакхаламов Загоняет партнеров В угол Красно-белые Тем не менее Удается Из этого тесного положения Пробиваться дальше Одному из футболистов Спартака Но и того Тоже заталкивают соперники Действия без нарушения правил Еще одна замена В составе Спартака Номер шестой Готовится на поле Появиться Это Сергей Васильев Насколько я понимаю Но это уже Разговор Который предстоит Нам провести В ближайшую паузу Пока На хорошей скорости На хорошем ходу Правым краем Атака Динамо Развивалась И еще Аут К тому же Заработали на чужой Плавине поля Белоголубые Ну а Появится на поле Номер шестой Сергей Васильев Вместо Юрия Петина Вполне возможно Замена по позиции То есть Отправится Номер шестой В составе Спартака На дальнюю бровку По крайней мере Он именно туда Ускорение И совершает После выхода На поле Да Еще одна Замена у Спартака Аут Тем не менее В ближайшие секунды Исполняет Динамо Опять таки У дальней бровки Назаренко Ставит Корпус Втвоем-то окружают Соперники Падение Ну и разумеется Требования Назначения Пенальти Были Триннского штаба Динамо От футболистов Белоголубых Но На сей раз На точку Не рискнул указывать Илья Сменивалиев Ну и еще Одна Замена у Динамо Я говорил Что Ближе к концу тайма Они пойдут Подряд Одна За другой Вот пытаюсь я прочитать почерк Но по-моему Иван Ахметов Номер пятый на поле появится По колевым краям Атака от Спартака Подача высокая Гайдук Пробежится К ближней бровки На мяч он оставляет Аккурат для оппонента Есть возможность Разогнать контратаку У Динамо Через бровку Но и от передачи Ничем особенным не отличалась С точки зрения Доставки мяча вперед Поле покидает Номер двадцать третий Александр Хубулов Который откровенно говоря Сегодня Ничем Особенным Не запомнился Ну и выход на поле Номера пятого Приводит к перестановкам Довольно серьезным Иван оказывается В тройке Центральных защитников На именно Такую конфигурацию Да Иван Ахметов На поле появился На игру в три Защитника Такое ощущение Переходит Динамо Активнее Отправляя Работать На чужую половину Поле Крайних защитников Ну и давление Будет более Ширкомасштабное У белоголубых За Получается Где-то 15 минут До конца Этого матча Мяч покидает Пределы поля Аут В пользу Динамо Исполнять будет Номер 24 Евгений Рочтин Довольно опасно Поднимал ногу Довольно высоко Футболиста Динамо Арбитр позволяет Впрочем Вести борьбу В этом ключе Еще один Аут Ну очевидно Торопиться С обводом Мяча в игру Ни в коем случае Не будет Михаил Кондратьев Номер 23 Более того Еще и партнера Тут грамотно Нашел Впереди Шахаламов Играет назад Плющенко Левее Ну и Васильев Вперед мяч До партнера Докатил Нарушение правил Это желтое Досталось Откровенно говоря Михаилу Шахаламову Который Получал мяч В центре поля И готов Было бы одно движение Разворачиваться И продолжать движение К воротам соперника И так же травной Стандарты сегодня Были довольно угрожающими Откровенно говоря Это касается Подач К воротам Обеих команд Как это будет сейчас Подача Короткая Скачет мяч Еще и скидку Удается сделать Дальше к лицевой линии Ну и Отворот Затем пробьет Андрей Назар Тоже ситуация Для красно-белых Пограничных сейчас Вопрос Что же выбирать Удерживать Добытое преимущество 1-0 Или пытаться его Каким-то образом Развить Расширить И есть ли до этого Некие основания Заброс вперед Неплохо получает Мяч Крыловский В штрафную Входит Мяч под правой И За счет именно Этого факта Ловит соперника На подкате Никита Бозов И мяч За Лицевую Выбивает Угловой В поле Така подальше Мяч Выносить Финцит Номер 22 Попытка Подачи Мяч остается В поле И оказывается В руках Уголкипера После отскока От ноги Защитника Динамо Нет Пока все же В четыре Защитника Играет Динамо Было ощущение Что перестроение Было Произведено Но этого Не произошло И Продолжают Активно Правый край Использовать Для развития Своих атак Футболиста Динамо Перевод Получается Налево Причем Такая была Поспешная Подача Назаренко Страхуд Друг друга Красно-белые И мяч Выбивают Он ногу Соперника За пределы поля Более того Еще и Спокойно Удается Заработать Удар от ворот Который Явно Торопиться Не станет Проводить Данчин Который так Семеня Аккуратненько Набирается До мяча И где-то Наверное Секунд 20-25 На этом Вводе Мяча в игру Тут Скостит Скажем так Около Десяти минут До конца Второго тайма 1-0 Впереди Спартак Автор Гола Сергей Гайдук Который Получил мяч Справа В чуть штрафной И здорово пробил В правый угол Неотразимо Давит Посмотрите Довольно активно И агрессивно Денис Коншин Но возвращаться Пора На свои Исклонные позиции Спартаку Это был скорее Даже Васильев А не Коншин Как раз Через зону Васильева Через дальнюю бровку Пытаются пробиться Вперед Белоголубые Которым тоже порой Не хватает Мелочей Для того Чтобы С мячом Что-то путное У чужих ворот Создать Угловой Бонусный Получают Белоголубые Учитывая Мяч оставался У футболиста Спартака Этот сам По факту За Лицевую Его отправил Это был Данил Плющенко И Вот он Угловой Подача Высокая Удар Но не совсем Подготовленный Тоже явно В борьбе С оппонентом Был нанесен Данный выстрел И Мяч пошел Существенно Ближе Вернее Выше ворот И ближе К флагу Угловому И в наив Так Пешочком За мячом Отправляется Данил Даньшин Менее Десяти минут До конца Основного Времени Этого матча 1-0 Пока Так называемого Последнего штурма Осады Мы не наблюдаем Ворот Спартака Тем не менее Пытаются Свои атаки Проводить Белоголубые Но брак При исполнении Передач Им мешает Существенно Перехват Центрия Назаренко Передача Низом Проникающая В штрафную Не был До конца К ней готов Нападающий Динамо Поэтому Мяч Довольно Легко достается Голкиперу Данилу Данилу Даньшину Ну и в отличие От голкипера Динамо От Андрея Назара Очень спокойно И с большим Желанием Мячи верхом Вперед Отправляет Даньшин Другой разговор Что далеко не Всегда удается Борьбу Даже навязать Наверху Соперникам Дабы за мяч Усыпиться Хорошая Проникающая В штрафную От Александра Попытка прострела Блокируется Очень здорово Надежно работает В отборе Кондратьев Который еще и Маячил Перед соперником Заставив того Правила Нарушить Штрафной удар Но еще и Замена В ближайшее время В составе Спартака Произойдет Дмитрий Павлов Номер 7 На поле появится И сменит он Михаила Шакхаламова Номера 18 Ну вот сейчас Наверное Да Эта замена Будет производиться Ну да Покидает поле Номер 18 Михаил Шакхаламов Вместо него Номер 7 Дмитрий Павлов И замена В составе Динамо Дмитрий Гусаров Номер 21 На поле Появится Видимо Уже в следующую Паузу Плотно Поработали в центре поля Красно-белые Вчетвером Заняв довольно Ограниченный Участок площадки Перехватывает Мяч Постников Дальше Включает В игру номера Седьмого Прострел Неплохой Долго обрабатывал Мяч Не совсем Техничный Номер 20 Тимур Ким И этот мяч Стал легкой Добычей для Голкипера И затем При помощи давления Заставили ошибку Совершить У Андрея Назара Футболисты Спартака Аут Вот замена У Динамо Поле Покидает Номер 20 Артем Крыловский У которого В этом матче Был самый Реальный Шанс Счет Сравнять Напомню Была подача После стандарта Когда Крыловский Мяч Пытался перевести В ближний К нам угол Оказавшись В гордом Одиночестве Но Пробив головой В упор Тот в створ Ворот попасть Не сумел Круче шансов У Динамо Пока еще Не было К данной минуте А всего Играть остается Где-то порядка Шести До того Как мы узнаем Сколько же времени Компенсировал Ко времени Этого матча Ильяс Миннивали Ну и вот Зачатки Намеки На финальный Штурм От Динамо Через левый фланг Спартак Группируется Более тесно К своей штрафной площади Назаренко Подача Даже прострел Получился И коснулся Меча Подключив В штрафную площадь Партнер по команде Ударом Это в исполнении Номера 21 Дмитрия Гусарова Сложно назвать Но По крайней мере Передачу Тот использовал И замкнул ее Хоть и в створ Не попал Отворот Даньшин В центре поле Подбор За Александровым Передача Назад Левченко Направо Есть Пространство Для разбега Протыкается Меч дальше К линии Штрафной Внимательнейшим Образом работает Защитник Спартака И можно Контратаку Развивать Через правый край Забрасывается Меч На Кайдука Продолжает он Движение Вперед Гайдук В штрафную Входит Момент Прострел Мяч назад Скачет на выход Из штрафной площади Дальний удар Тащит Назар Хорошая работа Галкипера На последнем рубеже О Нам модем Принесли Наконец Красота Праздник Можно сказать Значит Разляться И других матчей У нас будут Смею надеяться Этот мы покажем В записи Увы Такие дела Длинная передача Через правый край Запек На дистанции По дистанции Самой к мячу Была фора Небольшая У Плющенко Тот мяч Сумел выбить За пределы поля 20 А ну в общем-то Уже Около 3 минут Даже 4 остается До конца тайма Времени Минимальное количество У Динамо На спасение Этого матча И перевод Его судьбы В серию пенальти Вот сейчас Буквально пару секунд Бесхозный мяч Катился в центре Штрафной площади Никому под бар Не удалось совершить Ну и контратака На 4-х Ширкомасштабный У Спартака Дальний удар Нейзам Ну почему передачу Не сделать Зачем Так эгоистично Проявлять Себя При Таком-то Роскошном шансе Довести Дело до ума Но он В своем праве Был нападающий Красно-белых Который Пробил Низом Мимо Ворот Ну и давление Оказывают Белоголубые Потения На газон Представителя Динамо Который И из-за спины Бозова выбегал И корпусом того Обрабатывал соперник Но Без фола Все же Замена Вместо номера 22 Сергей Гайдука Автор гола На поле появляется Номер 19 Максим Сугробов По-моему Да Оказался На поле В концовке матча Перебачен направо От Павлова Сугробов Павлов Момент Утар Заблокирован Еще одна попытка Под левый мяч Убирает Павлов Бьет Аккурат В защитника Еще удар Мимо ворот Это уже было Не столь опасно Скоро Совсем узнаем Сколько же времени Арбитры компенсировали Ко второму тайму Пока смотрим За еще одной Атакой Спартака Сугробов Врывается В штрафной Удар Отражает мяч Назар Добивание Не будет Первым темпом Рискуют Белоголубые Вперед Большими силами Идут И обрезаются Неподалеку от своей Штрафной Теряя мячи В ситуациях Ну довольно элементарных Надо сказать Ну и задача Спартака Сейчас как можно Дольше Мяч Держать На чужой Половине Поля Но видно Желание Обеспечить Более спокойную Концовку От команды В красно-белом Учитывая Что 1-0 Счет Ничего пока Еще не гарантирующий Вот такая Сильная Передача Низом Через левый край Долчок В спину Имел место Быть От Бозова Это желтая Нет Никаких сомнений Это будет Очень опасно Это будет Невероятно Тревожно Сейчас У ворот Спартака У мяча Дмитрий Александров Последняя минута Основного времени Тем Временем Наступает Бардон За тавтологию К этому стандарту Как к последнему Готовятся Белоголубые Оно и понятно Учитывая То сколько Времени Остается Почти все В штрафной Площади Даньшина Среди Футболистов Белоголубых Стенка Из двух Человек Так Разбег Удар В ближний Попытался Добавить Мяч В створ Ворот Один из Нападающих Но от его ноги Мяч Как раз таки И ушел За пределы Поля Так Внимание На Бровочку Ну что Три Наверное Вряд ли Больше По классике По традиции Да Три минуты Компенсирует Арбитр К основному Времени Этого Матча Напомню Один ноль Впереди Спартак При помощи Гола Гайдука Удалось Добиться Этого Перевеса Небольшого В начале Тайма Отбор В центре За Динамо Передача Дальше В борьбу К линии Обороны Спартака Выхватывает Мяч Кавычкин И здесь Фолл Да И здесь Будет штрафной Еще один Падает На газон Номер Девятнадцатый Еще один Шанс У Динамо Уже В компенсированное Время Счет Сравняет При помощи Страфного Удара До мяча Вернее До ворот Остается Где-то Примерно Около Двадцати Двух Двадцати Трех Метров Стенку На сей раз Разумеется Более Внушительную Выстраивает Даньшин Ну и Сейчас Наверное Кульминация Итак Разбег Удар За перекладину Переводит мяч Голкипер Красно-Белых Но мы сомнены Что были удары В карьере Даньшиной Посложнее Из статики Произведенные Но тем не менее Еще и угловой Пока Без привлечения Голкипера В чужую Страфную Работают Белоголупые Но наверное Стоило бы Ему тоже Подключиться К этой Подачи На вес Мяч Через всех Перелетел Оказался За линией Ворот От которых Даньшин Пробьет Довольно Скоро Но Где-то Около Минуты Даже Наверное Меньше До Свистка Который Должен Выдать Нам Ильяс Меневалеев Свистка Который Пока По счету Отправит Вперед В финальный Матч Именно Красно-Белых Сразу Вынос Подальше Побежал Бороться К дальней Бровке Номер Шестой Это Сергей Васильев Мяч Уходит От Спартака За Пределы Поля Есть ли Время На очередную Атаку У Динамо Вопрос Ключевой При этом Времени На Ввод Мяча В игру Довольно Много Потратили Белоголубые Понимая Чем Потеря Способна Обернуться Правее Кондратьев Дальше Назад Отыгрывает Сугробов И вновь Через правый край Сугробов Поддача Справой Вновь Довольно Сильно Далеко Высоко И звучит Финальный Свисток Спартак Москва В финале Кубка РФС Среди Команд 2005 Года Рождения Автор Гола В начале Тайма Гола Который Мы сейчас Еще раз Увидим Стал Номер 22 Это Сергей Гайдук Именно его Выстрел После Контратаки Позволил Выйти Вперед И в дальнейшем Своё преимущество Сумели удержать Красно-белые Был роскошный шанс У Динамо После этой подачи Со штрафного Который не был использован Но и в итоге 1-0 Мы поздравляем Спартак с этим достижением В воскресенье В 12.00 Они сыграют С победителем Пары ЦСКА Зенит На этом все Для вас работала Бригада в спорте РО Меня зовут Сергей Курманов До новых встреч Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok